В Ахинской школе номер 7 имени Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева для учащихся провели традиционный урок мужества, посвященный самому главному празднику России – Дню Победы в Великой Отечественной войне. Патриотическое воспитание молодежи должно основываться на знании героических страниц истории страны. Дети должны знать, какой ценой предки смогли защитить родную землю от жестокого и сильного врага. Захватив Европу, Гитлер вторгся на территорию Советского Союза. И фашистское командование рассчитывало за 6-7 недель в ходе молниеносной войны захватить половину нашей страны. На уроке мужества детям в стихах, песнях и видеороликах рассказали о том, что война стала тяжелейшим, трагическим испытанием для нашей Родины. Фашистская Германия представляла смертельную угрозу не только для всех народов нашей страны, но и для всего человечества. Те, кто сражался на фронте, отдавали все свои силы для достижения победы над врагом. Почетными гостями школы в этот день стали Наталья Полферова, блокадница Ленинграда, и Артем Анисимов, председатель Ахинского отделения общественной организации «Дети войны». Очень тяжело вспоминать эти годы. Самое страшное – это, конечно, бомбежки. Это не передать, какой это был ужас. А бомбежки в основном шли ночами. И вот ночью я, ребенок, просыпалась от этих бомбежек и кричала «Враг прилетел!» «Враг прилетел!» и плакала от страха. И все взрослые меня успокаивали. Мы жили на Гатчинской улице, Петроградская сторона, Васильевский остров. Улица Гатчинская, дом 17, квартира 1. Этот дом и сейчас стоит там. Свою внучку я когда-то возила в Ленинград, Питер, в Санкт-Петербург. И показывала этот дом, где я пережила войну. Первое время войны мы выходили все в подвалы, в бомбы, в бомбежище, пока мы могли ходить. А потом уже со временем ходить мы взрослые и дети. Я вообще не ходила от голода. И взрослые ели двигались, поэтому мы ни в какие-то бомбы в бомбежище не ходили. Урок мужества – это путь к постижению исторической правды. Мероприятие способствует формированию у ребят правильного представления о настоящем гражданском и патриотическом долге – мужестве, героизме. Есть события, значение которых не просто велико, эти события влияли на ход истории. О подвиге наших предков нельзя забывать и необходимо передавать эту память из поколения в поколение.